всем привет вы на моем канале субъективно от турции спасибо мои любимые дорогие подписчики что смотрите мои видео и что подписывайтесь и вы гости моего канала подписывайтесь не забывайте сегодня мы едем в ресторан хатай софрасы что такое хатай хатай это провинция на юге турции софрасы это стол вот и заберите два слова как вам нравится или стол с хатая или кухня хатая или хатайский стол одним словом там будут представлены и блюда популярные в этой провинции сегодня у нас первый день поста пост заканчивается в 830 по моему и все те кто держал пост а пост у них строгий как вы знаете они целый день не вкушают еду и даже не пьют воду и вот когда уже разрешается после заката солнца им разрешается садиться за стол и этот ужин называется у нас тут и в таром ну что поехали посмотрим чем нас будет угощать хатайский стол здесь кафе популярного нашего мясника нусрета вот и 2 и и нас встречают прям вивы посмотрите какие красавцы стоят тут ухты все культурно сидят кушать пока нельзя все сидят и ждут когда же наконец пойдет солнце и можно будет уже приступать к трапезе это и называется их тарт людей достаточно много я думаю что еще подойдут будут заняты все столы уже хочется мы все сидят дружненько ждут на столе пока еды потом постепенно они будут подносить еду это легкие закуски с чего начинают трапезу за практически пол недели осталось буквально 5 минут до закрытия сегодняшнего поста это чечевичный супчик принесли с него начинается кифтар открывается пост обязательно нужно выжать несколько капель лимона так этот чечевичный супчик будет вкуснее и вот настал тот долгожданный момент когда можно приступать уже еде фаршированная котлетка сейчас я попытаюсь ее разрезать чтобы вы увидели что внутри внутри фарш с орешками а вот это вот оболочка и и делается из булгура это а тайский плов видите он немножко отличается от нашего привычного который мы привыкли видеть во всяком случае здесь тоже в стамбуле он более такой продолговатый желтый и очень много в нем спицы сказать что мне он понравился нельзя я бы такой слов не искала бы каждый день вот так попробовать для разнообразия можно они постепенно доносят различные блюда и вот мне принесли такой кусочек кебаба честно говоря мне не впечатляет резине стрелочка моя уже грязно заменить ее тут нет возможностей из-за них старинный обычай развивают всем гостям шербет сделан он из лепестков роста действительно я вот попробовала такое впечатление что съела бутон розы но и как же без турецкого кебаба правда уже все наелись не знаю что ли это будет есть традиционная турецкая сладость пиляч делается на помощью молока особенно ее любят готовить именно в период этого поста еще одна турецкая сладость кюнифе или кюнеке я ее предпочитаю больше чем вот эту вот сладость из молока и конечно же любят делать турецкий ресторан вот такую вот доску почета почетка почетка почета это известные турецкие личности которые посещали этот ресторан кончится наш ифтар что я могу сказать по поводу этой хатай софросы в районе этилер находится этот ресторанчик район один из самых престижных стабуле еще раз я сюда прийти не захочу это точно мне не не понравилась еда практически ни одно блюдо мне не понравилось все блюда имеют какой-то специфический вкус очень много приправ очень много запахов все перемешалось я практически не ощутила вкус того или иного блюда в отдельности одна сплошная какая-то вот приправа доминирует во всех блюдах посоветовать я его вам не хочу всем пока